Здравствуйте, я хочу презентовать свою научно-исследовательскую работу. Сейчас я ее запущу. Тема моей научно-исследовательской работы была посвящена особенностям отношений к другим людям, у женщин со злокачественными новообразованиями молочной железы. Целью нашего исследования являлось исследовать особенности отношений к другим людям, у женщин со злокачественными новообразованиями молочной железы. Гипотеза. Мы предполагаем, что отношение к другим людям у женщин в следуемой группе отличается более короткой комфортной интерперсональной дистанцией с врачом, с членами собственной и родительской семьи по сравнению со словно здоровыми женщинами. В предмет у нас выступило отношение к другим людям у женщин. Объектом выступали женщины со злокачественными на образовании молочной железы в количестве 18 человек в возрасте от 30 до 65 лет, а также контрольная группа условно-здоровых женщин в количестве 18 человек от 30 до 65 лет. Хочу сразу сказать, что условно-здоровые женщины оценивают свое соматическое состояние как хорошее и удовлетворительное, не нуждаются в длительной лекарственной терапии. База, на которой было проведено исследование, это Речебный диагностический центр Медицинский институт имени Сергея Березина. Задачи представлены на экране, разрешите их не засчитывать с вашего позволения. Результатом данного исследования мы пришли к следующим результатам. По методике «Незаконченные предложения» у нас были выявлены статистически достоверно значимые различия по следующим категориям. Отношение к отцу, отношение к друзьям, отношение к сотрудникам. Исходя из чего мы можем сделать вывод, что у женщин основной группы более благоприятные отношения с друзьями, чем у условно здоровых женщин, что, возможно, актуализировалось на фоне выявленного заболевания и, возможно, обусловлено характерным для пациенток со злокачественным новообразованием молочной железы повышением использования социальных копных стритов. Также большая часть высказываний, 61%, носит доброжелательный характер по отношению к друзьям. Более низкие показатели отмечаются по шкале отношения к сотрудникам у женщин со злокачественными новообразованиями молочной железы, что может объясняться тем, что значительная часть запрошенных нами женщин является продолжительное время домохозяйками, и именно так они оценивают свой социальный трудовой статус. К отцу женщины высказали более нейтральное, либо сочувствующее отношение, чем женщины контрольной группы. Были выявлены статистически значимые различия по шкале доминантности отца. К чему мы можем прийти? То, что женщины в отношениях женщин со злокачественным новообразованием молочной железы оценивают своих отцов как более доминирующих, властных, менее интерпеливых, чем женщины из контрольной группы. При исследовании результатов по отношению к матери, отношения к матери у женщин основной группы, не было выявлено статистически значимых различий. Женщины обоих групп близки в восприятии и оценке своих матерей. Также были опрошены они на предмет отношений с мужем. Опять-таки, женщины обоих групп близки в восприятии и оценке своих мужей. Только на уровне тенденции женщины основной группы по сравнению с женщинами контрольной группы представляют своих мужей более социально успешными, решительными, склонными к контролю и доминированию. В результате исследования по методике шкала комфортной интерпрофессиональной дистанции было выявлено статистически значимые различия по шкалам врач, муж, мать, подруга и друг. Из чего мы делаем вывод, что женщины основной группы больше доверяют другим людям и более расположены к межличностным контактам. Возможно, нуждаются в большее социальных контактах, чем условно здоровые женщины. При исследовании психопатологической симптоматики и ее выраженности мы видим по большинству шкал данной основной группы выше результатов контрольной группы, что может быть обусловлено наличием заболевания. Также по методике незаконченной предложения нами были выявлены статистически значимые различия по шкалам чувства вины и неризованным возможностям, что может объясняться тем, что сам факт появления, развития заболевания и методы лечения данного тяжелого заболевания ограничивают возможности женщин, а возникновение заболевания усиливает чувство вины, потому что причинами своего заболевания пациентки чаще всего называют свои поступки из прошлого. При исследовании личностных особенностей по гиссонскому личностному опроснику у нас не было выявлено статистически значимых различий. При исследовании компонента отношения к друзьям мы выявили, более позитивное отношение к друзьям влияет на выраженность психопатологической симптоматики. Взаимоотношения с друзьями выступают как копинг-ресурс. Также, если мать и муж пациентки имеют низкий уровень социальной открытости, то пациентка более дружелюбна и наоборот. Отсутствие агрессивности, страха потерять независимости и избегающего стиля жизни будет способствовать благоприятным отношениям с друзьями. В ситуации заболевания женщины чувствуют себя защищальнее и увереннее, так как их мужья берут большинство забот по лечению семейной жизни для себя. Это мы выяснили при исследовании компонента отношения к себе. При исследовании компонента отношения к своему прошлому, пациентке своего прошлого ведущую роль родителей и некоторых личностных параметров мужа. Чем позитивнее отношение к своему прошлому, тем меньше интерперсональная дистанция между пациентками и их родителями. И наоборот. Также одобрение поступков со стороны отца значимо для пациенток. Более закрытый к внешнему воздействию и более властный муж у пациента, тем лучше складывалось их прошлое. До обнаружения заболевания менее выражены были страхи и враждебность, что закономерно. При исследовании отношения к будущему определяются доверительными отношениями с врачом и психоэмоциональной поддержкой мужа. Что более позитивный настрой на будущее дает, относительно большую уверенность снижается уровень тревоги и психотизма и взаимосвязан с более близкими и доверительными отношениями с врачом. Также следует заметить, что женщинам со злокачественным новообразованием молочной железы комфортнее представляет свое будущее с мужчиной, который будет направлен на взаимодействие внутри семьи. Выводы, которыми мы пришли, в результате нашего исследования представлено на слайде. Разрешите, пожалуйста, их не зачитывать. Спасибо большое за внимание.